В Славянском районе интересно проводить время как молодёжи, так и пожилым людям. О том, как отдыхают славянцы всех возрастов, смотрите в нашей рубрике «Телетайп новостей». Городской дом культуры никогда не пустует. Здесь проходят концерты, творческие встречи и театральные представления для детей. Спектакль Краевого театра «Кукол» «Золотой цыплёнок» собрал полный зал ребят. Учащиеся начальных классов с неподдельным интересом наблюдали за разворачивающимися на сцене приключениями главного героя сказки. Прекрасная игра актёров, интересные декорации, захватывающий сюжет не оставила равнодушными маленьких зрителей. КВНовское движение продолжает развиваться в нашем районе. Ребята, которым интересно данное направление творчества, смогли побывать на мастер-классах, которые вёл в прошлом КВНчик, а ныне начальник управления по делам молодёжи Олег Смольников. На встрече ребятам рассказали об известных командах нашего города, о перспективах развития КВНовского движения, а также раскрыли секреты хорошего выступления команды. Залог успеха – это достаточное количество времени, потраченное на подготовку, обязательные репетиции, ну и, конечно, яркий юмор. Полученные знания на мастер-классе школьники смогли применить на фестивале молодёжной лиги КВН. Танцам и отдыху все возрасты покорны. В парке отель «Уют» для пожилых людей каждую неделю проводятся культурно-массовые мероприятия, на которых славянцы преклонного возраста могут пообщаться, потанцевать и просто интересно провести время. Инициатором проведения таких мероприятий выступает районный совет ветеранов. Организация интересного досуга пожилых людей – одна из важных направлений его работы. В совете работают различные клубы по интересам, где каждый человек может найти себе товарищей и занятия по душе. Практически месяц в детско-юношеской спортивной школе «Белая ладья» проходило масштабное первенство по шахматам Славянского района памяти девятого чемпиона мира Петросяна. Более 90 спортсменов боролись за титул победителя. Среди них шахматисты из Красноармейского, Крымского и Славянского районов. Воспитанники «Белой ладьи» заняли пять призовых мест. В числе победителей – Роман Шадрин, Артём Лось, Владимир Чадилов, Мария Макарова, Леонид Малина. Тренирует шахматистов Роман Мороз, Сергей Сорокотягин.